Крючок Здесь толстая проволока, может быть и тонкая проволока Для того, чтобы ее не пригружать и чтобы она на струе хорошо держалась, лучше пользоваться И относительно этого крючка, в принципе, все мухи, которые мы вяжем, имеют свои пропорции И пропорции пляшут от прямой части нашего крючка Вот все, что мы видим, прямое, вот от него и начинаем плясать Прямое – это наше тело Все хвостики – это длина тела То есть сразу взяли материал, приложили подлиннее, переложили, привязали И таким же образом пошли дальше Начнем Так, давайте по хвостикам А, вообще я хотел, чтобы мы связали самое простенькое – это мачбраун Ну, муха, которая ловит всегда, и все Ага, это серая мушка Если вы на картинке не видели, я вам вживую могу показать Вот, но вариантов масса может быть, каждый вяжет ее по-своему По легенде, куропатка на хвостике Но, куропатка очень, как бы сказать, недолговечное перо Быстро Да, особенно форель зубастая, она прихватила и оборвала То есть… Потому что не просто кусает, она цепляет Ну, да, да И потом грызть и продрал, и ничего не остается Я сюда сверху так положу Ну, да, вы забрасывали куда Потому, хвостики лучше делать Вот, вот вам материал Да, мы берем черка За это играете, никто даже не сфотографировал Да, ну, я выкладывал уже этот бокс в сети, все уже видели и знают Дальше это самое, по самой мухе Принцип мухи, что она имитирует Она имитирует всплывающую нимфу или же имитирует ныряющую самку ручейника Откладывающие яйца То есть, и относительно всего этого и вяжется муха Монтажку желательно брать желтую Если мы берем легенду, то монтажка берется желтая И уже на желтую монтажку даббинг из маски зайца Сами готовим Почему даббинг из маски зайца или из ушной части лица зайца Он имеет очень короткую жесткую ворсинку Обычный даббинг, который мы делаем с меха Мы все состригли, смешали И что получилось, если зайца берем натурального У него большие длинные стенки торчат, такие где-то до двух сантиметров Но в маске зайца они маленькие, такие 5-миллиметровые И вот когда мы распушиваем вот это вот тело в воде Вот это все торчит, как ежик такой маленький торчит И шевелится А плавучесть у него? Ну, плавучесть здесь ни к чему Мы вяжем мокрую муху, которая должна идти в толще воды Она не должна валяться на дне И она не должна висеть тот самым А это не эмиджер Она под пленкой висеть не должна Она должна быть в толще воды Принцип ловли на муху, мы ее забрасываем поперек течения И на сносе она уходит вниз, к месту стоянки рыбы И желательно найти это место, подобрать так, чтобы муха перед рыбой притормозила Вот она идет дрейфом, притормозила и начала потихоньку приподниматься Это самый идеал Рыба всегда это не пропускает Но это идеал Мы бросаем, смещаемся Шаг делаем, еще раз бросаем Смещаемся, шаг делаем Бросаем и находим эту рыбу Которая заинтересуется нашими Но это ловля Абстрим на мокрую муху Дальше Что еще? Что вас интересует? Вяжем Значит так Материал есть На хвостике Монтажная нитка есть Нам еще Нужен Сразу же рыб, чтобы мы подготовили Это у нас идет желтая проволочка Попробуем 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 Скажи, что ты привел на нее На настоящей радие Настоящей красноперой окури На какую именно На мочебра На мочебра На толщину проволоки В один говорит, что он На мочебра В принципе, да Не очень тонкую, не очень толстую Пойдет Пойдет Вот у нас там сантиметров 10, грубо говоря Мы взяли рыбу, проволочки Подготовили это все Вы видели на видео Вязальщики вяжут Сначала грунт И всегда держат нитку Вот так вот Один кончик Всегда натянутый Относительно него вяжется Рассказываю, зачем Он натянут И когда мы делаем виток Нитка проходит по нему И ложится рядом К тому витку, который уже есть Да, и вот мы его держим Под 45 градусов Грубо говоря И сильно не натягивая С небольшим уклоном Мы проходим И у нас получается Виток к витку Нитку можем оборвать Или отрезать Опять же О пропорциях Монтажку мы накладываем На ровную поверхность Нашего цевья Где она начинается Изгиб Где у него начинается изгиб Мы останавливаемся Вы не бойтесь Отпускать вот этот вот Кусок нитки Подальше Чтоб вам удобнее было держать Вот вы его держите Под натяжением И по нему скользит нитка Которую вы накладываете И получается виток к витку Это в мокрых мухах Как и в классических лососевых Очень и очень важно Потому что это является Основным грунтом На который будет накладываться Следующий шар Следующий шар Не должно быть Никаких перепадов Потому что это В дальнейшем На финишном этапе Мы там будем Ложить шелк Или еще что-то Типа этого Чтобы не было провалов Чтобы наше тело Было идеально ровненьким Изначально учимся делать хорошо Плохо получится всегда Если мы за этим Не будем следить Теперь мы Закрепляем Берем там 5-6 5-6 бородочек Да 5-6 бородочек Ровненькие Отмерили Взяли На этом этапе Ваксу Добавлять не надо Скажу так Вощить нитку Нужно постоянно Где-то Этап Да Этап Когда Тебе хочется Когда не хочется Отпадает То есть Ты ее вощишь постоянно Но Если ты используешь Хорошо провощить Очень тонкую нитку Ну Для себя Можешь пропустить Я этой ниткой вяжу давно Этой Этой Другой Я к ней уже привык Я знаю На этой нитке У меня материал плавать не будет На этой нитке У меня будет плавать материал Значит я ее добавочную еще вощу Но Опять же Вощить нитку Смотря под какой материал А Если мы Если нам нужно на вощите наложить даббинг Воск должен быть мягким Мягким Ну само собой липким Для того чтобы вот эти вот Ворсинки Легше прилипали И Даже если он там останется на нитке Ничего страшного не случится Если Вощить Для того чтобы Слои нитки Не отходили друг от друга Головку Там нужно поставить Или еще что то В таком плане Или Закрепить материал Одним двумя витками Нужно вощить Твердым воском Или же Так называемые Самопальные варианты Можно Растопить воск С канифолью Добавить Немножко спирта И сделать Вопрос Ведовый воск Подойдет Без разницы какой Воск Он твердый хороший Вот у меня Самодельный воск Твердый Который Канифоль Да С воском С техническим воском И немного спирта Все это Растапливается Перемешивается Однородно Потом Остывает И получается Такая вещь Он подсыхает Да Он становится твердым И ничего На них Не налипает Но В руках Его подержал Температуру тела Взял Нагрелся И уже И уже Пальцем Прилипает Уже Им уже Можно Пользовать Ну Это уже Для Дами Очень хорошо Пойдет Для такой нитки Не пойдет А когда ты делаешь Головку Вот эти вот Лишние остатки Они все Повыступают И ты уже лаком Нормально Вариант какой К этой мухе Можно относиться Как К рыболовной Приманке И там Получилось Что-то похожее Рыба уже Клюнет А с другой стороны Можно подойти Со стороны Творчества То есть ты Любя себя Делаешь Красивую вещь За что Себя можешь потом Похвалить И порадоваться Какой я хороший Вот я Усидчивый Я внимательный У меня руки Правильно стоят Я смог сделать Вот такую классную вещь В принципе Все мы На хвостовики К этому приходим Когда садимся Вязать Правильно Ну вот где-то так И потому Можно использовать все Но хочется использовать то Которое больше Приносит Красоты Отмеряем Хвостик По длине Тело Да По длине Тело Затяжной Можно затяжной Можно затяжной Вопрос Прикреплять хвостик Надо слева направо Или справа налево Я первый затяжной И пошел вправо Да Правильно Ну пошел Ты сделал два витка Все Вот это все Насколько ты пошел Для того Чтобы закрепить материал Достаточно Двух-трех витков Если ты чувствуешь Что у тебя материал Плохо закрепился Сделай четыре витка Подтяни А потом два сними Вот хвостик Как-то торчит Вот как-то Вот так вот Торчит Вот так вот Вот так вот это как Сильно-сильно торчит Хорошо Затяжная петля В твоем понимании Что такое затяжная петля Ты говоришь Хвостик Ставим Пальчик Потом Опускаю Да Потом приподнимаю Наверх Затяжная петля Затягивается Движением Снизу вверх Точно так же Ставится крыло И все остальные материалы То есть Ты делаешь Еще раз Чтобы было понятнее Выставил Поставил Так как ты и делаешь Может видно Не видно Ты приподнял Ввел В пальцы Опустил Приподнял И затянул Сделал два витка Посмотрел Готово Не готово У тебя по длине По длине прошло Два витка Это достаточно Хочешь сделать Три-четыре Сделай Но потом все равно Сними И оно стоит Я могу отпустить Видите Оно будет на пол витке Но оно будет держаться Этого достаточно Нитка держит Следующий этап В этом И опять же Мы ничего не отрезаем Мы закрепили Вот И вот у нас этот хвостик пошел По верху По верху Сейчас Старайся Аккуратно Подтягивать Наверх Вот когда будем Ставить крыло Вот это вот движение Самое главное Тянуть снизу И вверх Наверх Красивенько Да Вот три литочка Стоит И один сними Вот ты вот Материал уже стоит Один сними И никуда материал не денется Ну все равно Так А Значит Когда бородки Наверное Значит Когда ты бородки Это самое Затягиваешь Они у тебя Пошли по По это самое По цепью И расползались Смотри Ты должен поставить И закрепить материал Уже на ту подкладку Которую ты сделал То есть У тебя материал должен Не закрепиться Хвостик На голое тело Крючка А на твою нитку Вот перепроверь Потому что Он может начать плавать Потому что Ты его ставишь На это самое На голый крючок И может тянуть Да Я слушаю Хвостик Крепится Вот эти бородки Куропатки Они же Круглые идут Надо крепить так Чтобы они смотрели вверх Или Есть какая-то общая разница Правильно Делать В-образный вырез На крыле Куропатки Чтобы Правильно Крепить Крыло Может быть Левое Правое Крыло Загнутое Вот так В любом случае Ты берешь Не-не-не-не Я про хвостик Я тебе про хвостики Говорю Точно так же делаются И ножки и скоропатки И все-все-все Что связано с Куропаткой Так и делают Пинцетиком Взял за самый краешек Отвел бородки вперед Посмотрел Посмотрел Длину твоих бородок Которые вот здесь есть Тебе достаточно Их недостаточно Если недостаточно Значит Смотришь В каком месте Будет достаточно И в этом месте Отрезаешь У тебя получается Тв-образный вырез Ну Лишнее само собой Снимаешь И Подчищаешь Вот эти вот Верхние бородки Все Чтобы у тебя получился Вот такая вот вещь Именно По объему Не больше И не меньше То есть Это ровно все бородки Останутся Понимаешь Лишних Лишних Не должно быть То есть Вот это вот берешь Вниз Без разницы Вверх Когда ты Поставишь Фиксирующую петлю И подтянешь Наперед У тебя Ость Пера Уйдет За узел И останутся Торчать Только Одни Бородки И они все равно Ровно И они станут ровно Чуть-чуть с небольшим изгибом Но они станут ровно Если правильно Затягивать Они вообще Встретятся друг напротив друга И вот так Так Это мы закрепили Дальше Крепим Рип Вариантов крепления массы Можно просто завести Вот так вот снизу Для особо ленивых Для особо ленивых А можно Но опять же Мы заводим материал Крепим его Мы его пока не отрезаем И по длине Ну Желательно Чтобы он уходил туда К ушку Потому что Все остальное Мы будем Обматывать Монтажкой И это будет Опять же Основа Нашего Тела Потому что Когда мы делаем Тело Покрываем его шелком Под ним Должна быть основа И основа Должна быть ровно Ну Само собой Иметь какой-то Одним оборотом Можно Какое Какое Есть правило Если ты Начинаешь Мотать Рип От себя Точно так же Как и нитка Идет То есть Ты не перехлёстываешь И твоя Визуальная часть Тут же опять Входит Такое Понятие Экстерьера У тебя Рип Должен выйти С самого Низа крючка И пойти Считать Пять колец Это уже Чисто эстетически Если ты его Поставишь Наверху Зафиксируешь Ты его не сможешь Вывести Он начнет Крутиться И он уже Не с самого Начала Тела Возле хвостика Выйдет чуть дальше Желательно Его закрепить Вот Под Почти Под низ крючка С тыльной стороны Ты его не видишь То есть Не сбоку А снизу Но практически Снизу Да И вот Когда Ты намотаешь Тело И возьмешь И возьмешь И начнешь Мотать Выведешь На лицевую сторону И он Тебе будет В самой нижней точке Тебе 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 Оставляем Оставляем Тебе 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 Дальше Дальше Мы сейчас Если мы не будем Ложить шелк А будем Ложить Дабинг На тело Значит мы можем Спокойно Уже С любым шагом Отойти Назад Можем Опять же Виток Витку Отойти Назад С пропусками Это уже Такое Просто На шелк Шелк Очень Сильно Показывает Что под ним Любую неровность И даже Если мы Витки шелка Положим Неравномерно С небольшим Нахлестом Друг на друга Он все равно Покажет неравномерно И будем мы его Тереть Гладить И не всегда Это спасать То есть изначально Делаем хорошо И сто процентов Это уже у нас Получится классная Можка Так Мы будем Да Да Уходим К хвостику Ну и уходим К хвостику И смотрим Чтобы у нас Особо не поплыло Толщина Смотрим Дальше Даббинг Даббинг С маски зайца Значит По По легенде Этой мухи Мы делаем Даббинг С нижней части уха Вот в этом месте Такой Мягенький Классненький Второй вариант Вот здесь Вот на лобовой части Маски зайца Всем знакомый материал Нет? Здесь она Крашеная Коричневая Живая Она вот такая Светленькая Просто мне Мне больше нравится На лапках же тоже такое Нет? А Вариант какой? На лапках нет Чуть-чуть не так Все Похоже Но Тут уже Когда под микроскопом Начинаешь рассматривать Вот эти все Ворсинки Их толщину И как они стоят Понимаешь Тот материал совсем другой И для другого служит То есть берем Вальчиками Оттянули Посмотрели на муху Сколько нам надо Вырезали кусочек Чуть больше Чуть больше Так нам надо и не нато честочек Или Все Мы берем все Берем И Кто хочет коричневая Кто хочет Ох Хватит Отрезали Да Нам нужно Положить тело Мы не делаем В дабинговую петлю Он Очень Мягкий Мы его В пальчиках Растерли И Этого Достаточно Ниточку Воском Мазнули И Аккуратненько Это все Самодельный Воск Нет Это Фабричный Фабричный Там же два ингредиента Все А Три Так Он фон Обычный Воск Воск Который Сотовый И Масло Не Смотрите Чтобы у вас там получилось Сантиметров Шесть Нитки Под Дабингом А какое Масло еще добавляется Как Касторовое Касторое Сантиметров Шесть Должно быть Не делаем Нитку Толстой То есть Не ложим Сильно А просто Аккуратненько Растяиваем Чем больше Витков Мы наложим Скручиваем Скручиваем У тебя Должно быть Скручиваем Где-то В районе Шести Сантиметров 5-6 Сантиметров Нитки Можно Толстую Такую Налупить Положить Три Витка И Потом Вот эти Три Витка Они Не прижмут Дабинг И он Рано или поздно Просто Вымоется Водой А его еще Желательно Расчесать Чтобы Тельце Было Шерстистое И Наматываем И Вперед Я Бачу Впереды Светлая 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 А потом И Головки Не Получается И Торчит Разные Стороны Некрасиво Тело Тело Прямое Светлая Теоретическое Мы Не делаем Нимфу Мы Не имитируем Тело Нимфы Которое Всходит На Конус Точно Так же Как Мы Не Имитируем Конусность когда мы делаем подъемку MyFly мы все равно делаем длинненькое какое-то сегментированное тело тот же вариант и здесь прямое но и сегментированное тело теперь визуально посмотрели на тельце его нужно разбить пятью витками за сколько раз вы это сделаете никого колсать не должно но витки должны быть один от друга на одинаковом расстоянии то есть раз крутнули посмотрели не получилось размотали еще раз крутнули не получилось еще раз крутнули принцип какой мы не спешим сделать муху противном случае на крючок достаточно прикрепить силиконовый кусок червяка забросить и поймать рыбу мы хотим сделать красивую эстетическую вещь то есть 5 витков значит 5 витков ты уберем и закрепляем сразу виток идет на угол да да нет сразу же на угол с одинаковым шагом проще тебе проще учиться то есть у тебя станок может крутить ты берешь подтягиваешь и начинаешь вращать и смотришь а у тебя получились эти грубо говоря 5 витков против часовой как как ты вложил так и ложишь ну вот у меня получилось хорошие 6 6 5 5 у тебя должен закончиться наверх в том месте там где ты не заворачивай 5 5 у тебя уходит наверх и его лучше наверное дать там пять с половиной витков потому что когда начнем готовить хакл когда начнем монтировать крыло мы всегда налазим на этот пятый виток его не всегда видно сейчас я поднимусь посмотрим или пройти будет очень тяжело ты пошел в обратную сторону мотать можно но знаешь какой есть подводный камень ты мотаешь в эту сторону и закручивается а зажимаешь в обратную сторону и ниткой начинаешь расслаблять рим понимаешь я понял есть такая штука ну ну и сделать так и так мне чего-то удобнее когда когда против зима и я понял эту штуку на шелке обязательно полезет рим у тебя это сто процентов полезет понимаешь потому желательно мотать ты мотаешь потом в ту же самую сторону в которую мотаешь нитку рим идет с большим шагом чем у тебя положено нитка с добина то есть тебе не страшно что она попадет между витками добина ты идешь под хорошим углом рим останется сверху он просто закрепит этот добин я получил что против числа стрелки думаешь я знаю тут если смотреть в эту сторону ну вот ты не один вот она вышла с этой стороны на на тебя она вышла и ниткой ты начинаешь толкать назад ты даже сделаешь два оборота римом проволокой и начнешь ее закреплять ниткой она все равно прослабиться наш и проволоку ты мотаешь в ту же самую сторону как мотаешь нитку это вот запомните я не знаю так наоборот есть плюсы есть у окна вот смотри вот когда вот этим вот мотаешь то мне как раз удобнее против потому что он не попадает в пазы и она она здесь не попадет в пазы у тебя шаг очень большим рима здесь он и он до начала мотают против только в тех случаях когда ты закрепляешь перо петуха то есть ты промотал палмер когда делаешь ты мотаешь перо петуха и чтобы при при поклевке это перо не порвалось не разлетелось она прорвется но не разлетится если ты его закрепишь рыба но в обратную сторону и самое главное что ворсинки не под вот прошел и тут ты уже можешь спокойно там дать 3-4 оборота проволочки потом закрепить это дело ниткой аккуратненько прикрыть головкой все будет хорошо здесь под головкой но они не не накрепишь тут каждый каждый виток я когда учился вязать это было конечно много лет тому назад тоже старался побольше подыстрее это же ж не все так вот скажем как ошпаренный до одна муха вторая третья там десяток мух вечера я уже такой вязальщик хоть куда а потом когда дело пришло к тому что показать ту муху которую ты связал начинаешь ее фотографировал на фотографиях понимаешь что это блин самому смотреть нельзя не говоря уже кому-то показывать все мухи пошли под нож очень много срезал и потом купил вот эту штуку и начал учиться виток к витку ставить правильно материал плачет все равно получать но я тогда думал это все очень классно все красиво сфотографировал выложил и мне тут вот тут вот тут вот тут ребята начинают писать и показывать что конкретно я делаю неправильно а потом начинаешь думать почему я так делаю эти два миллиметра на одном из этих миллиметров мы должны установить крыло и на этом же месте мы должны установить хаков установки хаков несколько минимум два основных это путем оборачивание пера вокруг цевья или же просто 2 отрываем пучок бородок и самый легкий такой вариант и лепим снизу вот это самый легкий вариант можно делать после того когда мы поставим крыло потому что разница никакой не все равно будут бородки бородки можно выровнять крепить особо там не надо все равно там два три витка проклеили хорошо будет держаться а для того чтобы поставить хакл намоткой нужно место и нужно сделать два три витка пером то есть это уже хороший почти миллиметр потом нам нужно все бородки пригладить и опустить вниз и сверху это дело закрепить ниткой чтобы она не торчала по сторонам аккуратно смотрела вниз для этого нужно место вот вот это место и потом на этого это слома это место будет креплением крыла его нужно сделать очень аккуратно без буров чтобы верхняя площадка была ровная чтобы она не смотрела вниз не смотрела назад была просто ровно и вот на вот эту верхнюю площадочку мы уже будем ставить крыло так что выбирайте кто какому методу склонен более тяжелым или более легком давайте сделаем более легкий вариант мы сейчас можем спокойно начать установку крылом у нас здесь цевьё прогрунтованная монтажкой она ровненько ничего не мешает мы делаем крылышко поставим сюда крылышко а потом пару там десятков бородок хакла притулим снизу будет все прекрасно с учетом того что мы будем ставить туда куропатку куропатка будет своеобразным вырезом то есть легко и просто станет по крылу где-то тут опять же по легенде мука наш браун или же маховые перья индюка в некоторых там вариантах вообще с это самое со спины фазана или же маховые перья курочки охотничьего фазана они очень похожи расцветки на эти перья но они меньше и мягче ну это перо относительно мягкое это второй порядок перьев потому что первый порядок перьев с одной стороны очень короткие это биоты они широкие толстые на них но не годятся как биоты то есть обматывать тело в паденках и тому подобное но там делать хвостики и крылышки на это самое на них очках это хорошо для пера чтобы поставить крыло они грубые они не ужимаются можно здесь зажать а он просто так вот торчать некрасиво в любом случае чтобы получилось хорошая муха материал должен быть хороший если нет хорошего материала берется материал тот который есть но подготавливается чтобы он был более-менее хороший если он там совсем никудышный то есть перья должны иметь ровную форму если у вас перо покручено я не знаю какой-то плохой возьмите это перо про партия там 5-10 секунд на дутью над вы кипящим чайником положите аккуратненько в книгу завернить на следующий день достанете оттуда вот такой тропника перышка и будете с ним работать крыло набирается с двух одинаковых перьев по по величине они точно так же должны одинаково располагаться на крыльях то есть если у вас там будет счастье и вам кто-то из друзей охотников или в сами охотники добудете птицу перья второго порядка то есть это второй ряд маховых крыльях маховых перьев вот они такие широкие их буквально там по пять штук а то есть три можно выбрать с одного крыла обязательно они должны быть по порядку то есть там второе второе левое право каким же образом взяли ниточкой или резинкой и не должны быть отдельно так подлежать потому что нам нужно брать мы взяли два пера то есть вот я делал муху вот у меня есть уже вырезанный сегмент эти сегменты вырезаны на одном расстоянии от верха точно таким же образом нужно делать в противном случае вот эти кончики перьев они по-разному загибаются в зависимости в каком месте они находятся здесь вообще практически ровно вершинки лучше муху начинать лучшие перья для для мух это верхняя часть все стараются брать пониже потому что они там длиннее для начала да это хорошо брать длинные для того чтобы учиться но чем ниже сегменты пера тем они в начале вот здесь от шире и толще они при складывании вот здесь создают очень большой комок плохо ужимается чтобы сделать такую лобастое крыло красивыми лучше братью с верхней очень тонкой частью потом нам желательно брать одинаковое количество ворсинок с каждого пера можем считать иголочкой можем использовать любой измерительный там вариант я вот приспособил рейс федер убрал у меня ширина крючка уже здесь отбито я вставляю отмеряю отвожу в сторону и отрезаем ножничками отрезать из фильма брови щипать и стой стой стороны города можно ты можешь лет передней части брать из задней части брать но не уточними сталь и по высоте от верха пера не должны быть желательно на одинаковым там же бородка сама пера значит она наша имеет разную жесткость как вы уже видели да и как уже Миша Северянин рассказывал в длинном фильме там надо выбирать именно тот момент где сама бородка из мягкого переходит в толстую часть и как-то вот это все надо словить этот момент для того чтобы не было вот этого вот этого заминания потому для того чтобы была самая красивая муха ты берешь с верхней части пера с верхней части пера но там буквально на одну муху то есть пара перьев это одна муха если ты хочешь там на выставку сделать муху да вот у тебя чтобы еще и размер охватил ну да а для того чтобы ловить взял и пошел чесать не бери с самого низу не начинает сама не начинает как я я взял и пошел со средины и пошел и пошел складываем их внутреннюю частью друг другу и дальше уже начинаем там веселиться с ним сейчас я кое-что покажу расскажу мы их сложили вы пока пока отрезали до положили я сейчас кое-что расскажу а потом дальше уже начнем мы взяли и сложили кончики выровняли мы имеем вид вот такой вот приложили к мухе посмотрели нам нравится хорошо не нравится что не нравится пока мы не привязали перья мы с вот этой задней частью можем играться как хотим то есть мы ее опускаем вниз более-менее выравниваем атаку потом берем пальчиками и начинаем гладить вперед то есть ну да да основная вот эта вот красивая часть у нас идет наружу она дает нам внешний вид мухи глянцевая часть глянцевая часть идет вовнутрь глянцевая часть вот она а я я и называю внутреннюю как крыло как стоит можешь но на нижняя часть это глянец это верхняя часть визуально глянцевая это внутренняя и clearing также как не говорил если есть лицей в аюгер ездить внутренне внутренний глянцевая двигателя но вот возьми беру и посмотри вот оно глянцевая часть внутри оно блестит все крючок все крючочки и ворсинки идут на лицевой частью крыла то есть мы когда вяжем и берем 2 2 так складываешь и вот между да 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 имеем крыло но опять же опять же есть нюанс это дни это не дома это красиво получается потому что ты хочешь сделать там красивый рисунок мухи вот у тебя на крыле там что-то красивое должно быть ты можешь развернуть в обратную сторону если у этого есть смотри эти крылья видишь не разворачиваются немножко сторона их можешь свести вывернутыми частями развернуть в обратную сторону значит смотри есть масса способов поставить полегче бумажка вот я к чему вариант с бумажкой если вы пробовали из бумажкой вас получается красивее и быстрее продолжаете это делать я пробовал бумажка ну теперь у меня хороший вариант с бумажкой бумажкой я когда на классике я вижу я я вижу с бумажкой но получается первый раз но на чтобы умять перо бумажка только помогает не зря ее придумали не зря и пользуюсь это не неплохо и это хорошо можно конечно без нее по быстрому хаб и опять же мы все это делаем затяжной петлей сначала вымерили длину у нас кончик крыла верхняя часть должна быть ну в идеале посредине нашего хвоста но опять же это идеал и потом у каждого вязальщика есть своя стилистика тех могут те мухи которые он делает есть прогонистые мухи есть широкие лобастые мухи то есть у кого что хорошо получается и вот он ее подгоняет под себя и там уже пропорции начинают плавать то есть в идеале по пропорциям как как я вначале говорил то есть у нас есть пропорции мухи то есть у нас есть тело хвостик это длина тела хакл это длина тела только расположенная там по 30 градусов она до хакл должен упираться в кончиком а то самое крючка и крыло у нас полторы длины тела то есть по средине хвостика у нас должно закончиться крыло это в идеале будет она до конца хвостика и она будет красиво смотреться ну значит будет она там каждый вязальщик приходит к своему клевать она будет и так и так но чем длиннее крыло если она чуть-чуть неправильно сделано но начнет колбасить муху в потоке рома крутить ну крутить бросать это уже как как она будет так мы можем увидеть только тогда когда мы ее окунули в воду и подержали на струе не обязательно забрасывать и и думать как она там ведет и зашел по колено опустил ее на поводке не смотришь как она протянул ее чуть вперед начала накрутиться или на не начал на воблера ловил знаешь как это то же самое здесь муха должна стоять стабильного потоке вот именно кольчики даже у меня не получается сколько их уже переделать их ну идеально вот я приложил поставил вымерял перехватил затянул у меня идеально я закрепил сделал два-три оборота опустил отошел посмотрел все торчит это не раскрутил поправил и уже на второй раз перо уже примята немножко и уже легче с ним работать и она уже становится на второй раз лучше и потому заметил вот эту вот особенность я стараюсь выставить где она у меня должно быть вот и поспал там на среде я перехватил и ногтем вот в этом месте постарался придавить что у меня вот крыло сам само перо вот здесь вот чуть-чуть придавилось как бы поиздевался на потом посмотрел хвост остался на месте ничего не потянул значит в этом можно работать можно вот это отвести и пинцетиком уже изначально приминать поразминать но здесь вот ты плотно держишь короче вот они тем меньше дефекта у меня так чем плотнее ты захватил и вот опять же же поставили выставили а ты обхватываешь двух сторон или делаешь сверху вот я сделаю так который просто разводят сначала вот так до вводят и она с двух сторон прихватывается она мне проще сверху ну она в любом как как тебе она все равно не ляжет у тебя самого самого верха все она должна на пол тела а крючка быть сбоку как по длине смотри вот так нормально по этому крючку у тебя есть тело нет ты должен упереться в средину хвоста среди среди просто своей длинной частью длин то есть сейчас уже много она еще сожмется но то сразу сожмется но изначально лишнего не делая и вот мы подняли опустили вниз так мы сейчас подняли снизу мы ничего подматывать снизу нет у нас сейчас есть уже там готовая прослойка первое длинное связалась сапа таких оборотов или одним кто посмотри на ты делаешь 3 3 оборота удержалась 1 которым ты удавливаешь удавливаешь ищу херова она же не налегло ровно она срезала просто из этого там еще разночал начальность новости смотри ты вот это уже не пустишь вот это уже параллельно к очку и нет вот этого чая кто ничего не должно быть поднятых верхняя часть верхняя часть крыла должна максимально быть параллельно крючком ушли не пусть ну это опять же это стилистика с которой вяжет вязальщик ты перевернул изначально это самое первое не то есть перо но я не говорю не той стороной по шишкину по шишкину если брать он все перья держит вот так вот вверх ногами и она получается просто вот такая вот горбатая да и все то есть можно вот так да можно вот так да но для того чтобы было вот так вот нужно это самое чуть-чуть выровнять хвостики но но не стоит переделывать переделывай переделывай если тебе не нравится переделывай не бойся надо перло берешь перо отрезаешь новое каждое на срезалась уже не то толщина каждый день ты перебирал это лес близко просто его положил на ушах непонятно почему так вырежу он был лаком зафиксировал семи минут сколько ты витков сделал 5 я не довожу чтобы обрезать и еще домотать с лаком правильно пузырь не вызвал на 5 меньше 6 напишет мальчиков смысле обмотать пять раз это вызывает оптимизма мало ну да ты тогда сделаю 3 меньше зеркани риск не так в любом случае я тебе предлагаю сначала вот и выставила посмотрел выровнял она стала так как нужно там и демоком твои три витка есть да у тебя есть три витка все правильно без лака дальше смысла нет обрезать просто обрезать сейчас у тебя хапа живешь и понимаешь одна сторона шире вторая уже давайте уже доведем муху до дофинала все тоже шеи шеи кроссфит он кроссфитом занимался до езда года два Куда же ты резать? Делать швеобразку, швеобразный вырез, взял за вершинку, отвёл всё вперёд, взял за вершинку и вот так вот раз и отвёл всё вперёд, но ты начнёшь срезать только тогда, когда у тебя вот эти вот сегменты ближние там, которые вершинки будут по длине равняться от ушка до начала крючка, то есть взял, приложил и посмотрел, может нужно срезать бумагу, срезать больше, понимаешь? Нет, 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 они должны стоять под углом, не просто вот по ширине крючка. Так, ну что верхнее крыло отрезать? Нет, вы хакл примотали? Нет ещё, нет. Резать переворачиваешь вверх ногами её так, ставишь, ставишь хакл. Мне больше, мне больше не хватит. Блин, я развёл. Отрежь вот это, отрезай вот это, отрезай вот это. Вот это, я так отрежу. А ну тмелять не может. Что-то милит. Да уже тмел. Подтянь. Бери-бери. Стал длиннее, потом подтянешь, если сильно длиннее. Значит, вот есть В, да? Да, В. То есть мы берём его вот так вот, да? Да. Сейчас покажу. Вот так вот ложим. Вот так вот ложим. В обратную сторону? Вот так вот. Вот глянцевая поверхность на крючок. А глянцевая на крючок? Да, глянцевая внутренняя поверхность, мы ложим на крючок. Вот. Положили. Сделали два оборота. Можно три, не сильный. И потом взяли за краешек и потянули наперёд. Вот. Дотянули до того места, там где закончилось оно. И всё. У меня короткое перо. Но хакл вот там стоит. Хватит. Так. Вот так их держишь, так и ложишь. Угу. Так отрезать всё? Подожди. все теперь опять клеим мы там сделали 3-4 оборота сколько там получилось и клеим ждем 3 минуты и берем лезвие или ножничка лучше лезвием после того когда она засохнет и по по самой нитки буквально по самой нитки потом обрезать лучше сначала узел нет нет узел и головку мы формируем потом у нас сейчас все смонтировано муха готова все сейчас мы ее проклеили лишнее срезали а потом сделали маленькую аккуратненько головочку во всем этом классном деле очень аккуратно смотрите по отношению своей нитки юра у меня отрисывается маникюр стоит за экраном бакалочка пива или даже бокальчик свист маникюр что-то улетел очень крыло 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 с какой стороны стоит или не стоит вот блин не с той стороны отрезано право тюк право тюк маникюру это Роман Мозер отличается тут вообще как по пану так у него и бухи так а то же Оливер Эдварстон наоборот такой просто не у Дэви всегда красивые ручки неприятный смотри к Макфеллу там всегда маникюр хороший маникюр пролезет что-то это самое там хоть что-то видно или вообще ничего какой-то передний мусор еще надо было ну ну что ж если что-то что-то вообще взгляну маникюр в в